Иркутск Кстати, знаете про этот стиль Вот этих девушек, которые стоят Он в той позе такой интересный Видите, да? В голубых штанишках А вот Ну вот эта девочка симпатичная Вот эта, да? Ну весь Иркутск А, вот, да, вот эта вот девушка, да? Вот так вот Это город Иркутск Пинап Рассказываю предысторию Вообще, пинап это от слова прикалывать, да? Ну вообще, великий русский язык Я не перестаю ему поражаться Ведь пинап это не просто прикалывать Это еще и прикалываться А название этого стиля Вот этих вот девочек гламурных Из, по-моему, послевоенных Или где-то таких 40-х, 50-х годов Стиля американского такого джаза Пошло и взяло Ну, короче, начало от журналов Это американские журналы Когда еще фотографии не так были распространены Одни художники делали такие вот Красивые рисунки гламурных девочек Короче говоря, а солдаты американские Которые попозже там и во Вьетнаме воевали И вообще прикалывали этих девочек Эти вот обложки журналов вырезали И прикалывали их к себе на стене в казарме Что уж они потом делали, глядя на этих девочек Мы можем только догадываться, да? Но то, что они весьма эротичны И по тем временам, можно сказать, почти портографичны Это безусловно А на сегодняшний день они такие милые и симпатичные Вот отсюда произошло название этого стиля пинап Вот этот стиль пинап почему-то вот теперь у нас на трамваях на Иркутских В далекой-далекой Сибири Вот это яркий пример вообще Ну не то чтобы без скушицы А полной путаницы вообще стилистической Которая происходит в нашей жизни Девочки из американских журналов Вот эти вот гелл На дверях Иркутских трамваев Зимой, холодной Это вообще очень интересно Это вообще очень забавно Вперед по Иркутску Я вот тут хотел пройтись и показать дорогу к рынку Не знаю хорошо ли это или плохо Но вот наша реальность Иркутских трамваях Интересная история этого здания красивейшего Здесь как раз была в свое время Библиотека имени Молча Новосибирского Если кто помнит, да Но стояла может быть она не на самом лучшем месте Тут рядом под боком у рынка Но зато в самом центре Я помню, я ходил в нее В эту библиотеку В общем-то достойное здание И вдруг однажды Ну лет 20 по-моему назад У нее обвалилась стена Просто упала стена целиком Он там со двора И даже она упала на какой-то автомобиль Который тоже пострадал Ну и начался ремонт этого здания Библиотеку временно переселили на Халтурино С твердым-твердым обещанием Что она будет отремонтирована И все вернут на свои места Но потом так библиотека и оказалась там Потом, правда, ей построили новое здание В Академгородке Огромное, современное И вроде бы надо было бы и радоваться, да И я бы радовался Но что-то мне не позволяет радоваться Поскольку вот это вот Прекрасное старое здание Вдруг оказалось занято торговлей Вот эта тенденция Вот такого вот заполонения Города Иркутска торговлей И вытеснения В общем-то куда-то Библиотекой всяких культурных мероприятий Это, конечно Достаточно характерное явление Ну что делать? А эта очередь у нас зачем? Ой, лохотрон! Ёлки-палки! Как люди из России любят у нас Деньги на халяву Очередь стоит Слушайте А ведь эти лохотроны как-то одно время отменили Но нет, они мимикрируют всякое разное И выживают Лотерея какая-то А мы идем к дому кузнеца Там нас ждет сюрприз Вот впереди Ну вот то, ради чего я сюда пришел Красивейшее здание в Иркутске Которое называлось Дом кузнеца Историю посмотрите В Википедии, Веркипедии Вот Про которые я уже снимал сюжет лет 6-7 назад Когда вот там вот Где сейчас слата Слева от него От фасада Сгорело здание И я спрашивала Что же там будет на том месте старого домика построено Ну построили вот Такой вот современный магазин А дом кузнеца Вот одели Обули В этот такой интересный баннер Да И все бы ничего Да Ну понятно Что будут ремонтировать А теперь скажите мне Как под этим баннером Будут ремонтировать фасады Не знаю Наверное как-нибудь будут Наверное как-нибудь будут Ну уж конечно лучше Не знаю Чем разрушенные фасады Хотя для меня Леса Вокруг фасадов То есть Что идет работа Было бы естественнее И понятнее То есть Взялись ремонтировать фасады Построили леса И там рабочие что-то делают Все ясно и понятно Прошло 2 месяца Леса убрали Новые чистые фасады Великолепные Но у нас другая традиция Вы помните тюз На нем вот такая тряпка Я их называю Маскировкой Драпировкой Или Посмертным саваном На деревянных домах Это выглядит вообще Как посмертный саван На кирпичных На каменных Еще есть надежда Что это лечебное Обертывание А на деревянных Это конкретно Посмертный саван Когда понятно Что под этой тряпкой Все будет гнить и гореть Ну здесь навряд ли Может быть здесь будут ремонтировать Хотя я с трудом Технологически представляю Как сейчас под этой тряпкой Будут ремонтировать этот фасад Видимо так Как его ремонтировали На доме офицеров Так как его ремонтировали На тюзе Вы помните Лет 10 висели Такие баннеры Пока они окончательно Не почернели От грязи и пыли Потом их сняли И что вы думаете Мы увидели Мы увидели Думаете Прекрасные новые Обновленные фасады Нет То же самое Ну вот давайте проверим И засечем время Начало января 2019 года Красивейшее здание Которое украшало Даже в том виде Не очень может быть Отремонтированном Но оно явно украшало Эту улицу Сегодня завесили тряпкой Давайте посмотрим Когда ее снимут И что будет под ней Я буду счастлив Если ее снимут Ну хотя бы Через полгода А под ней Будет обновленный Красивый фасад Я буду счастлив Правда И я буду признателен Всем нашим Городским хозяйственникам Вот Хотя повторяю Я с трудом Представляю технологически Как можно ремонтировать Фасад под этой тряпкой Ну посмотрим Наверное у них Это получится На этот раз Как говорит Вишево здание Покрыто Этой декорацией Маскировка Но Есть такое подозрение Что эти маскировки Они скорее маскируют Ладно Не буду дальше Все понятно Весь Да Вот Субтитры создавал DimaTorzok И палки Что я вижу впереди Ну если можно что-то видеть За этим обилием Рекламных бандур И вот этих вот Знаков Рекламные бандуры Как я уже говорил Загородили вообще Весь город Вот Но там вдруг Я вижу Да И перейти тут практически Уже невозможно Ну попробую Вот А там я впереди Вижу Торговый комплекс На фасаде которого Раньше я Не замечал Вот этой Видите там Оранжевая буква П Ну это Типа Смотрим Поближе Она Открывается Во всей красе Оранжевая буква П Пи Или как еще иначе Ёлки-палки Не узнаете А я узнаю Это Это же Буква П Которую Подарил За огромное количество Миллионов денег Тёма Лебедев Или Лёбедев Или Лебедев Тёма Короче дизайнер Наш знаменитый Помните Он сделал Фирменный стиль Для Ну какой-то Город на П Ну наверное Или Пермь Или Пенза Пермь по-моему Да Ну а вот Отголоски Сюда попали Поищите в интернете Найдите Букву П Артемия Лебедева Фирменный стиль Перми Да И вот Весь город Был у них Уделан Вот этими Буквами П Остроумное решение Для дизайнера Чтобы содрать Огромадные деньги Да Ну вот теперь Наверное Я Тёме Лебедеву Пошлю Вот эту вот Оранжевую Букву П Чтобы он С иркутских Дизайнеров Вздрючил их И взял Огромное количество Денег За Нарушение Авторских прав Я тогда Ещё смеялся Да Теперь надо Авторские права Ввести На все буквы Русского Алфавита И В общем-то С каждого города Который начинается На какую-то букву Ну вот Иркутск На И Да Сделать букву И в качестве Главного бренда И логотипа Ну что теряются Наши брендёжники Которые ищут Бренд города Иркутска Ну буква И И всё Не мучайтесь А ещё вот проще Буква П Уже готовая Город Пахабовский Всё А я мечтаю Всё-таки Об Иркутске С большой буквы И Это мы Посредине улицы Урицкого С одной стороны Торговый комплекс С другой стороны Наша Улица Моисея Ой, Господи Забыл его отчество Пусть он меня простит Урицкого Мы, если помните Здесь были В 31 декабря Ну В канун Нового года Да, и помните Что здесь было Достаточно уже неуютно Вот Ну и сегодня Не очень Но обратите внимание Слава Богу Всё-таки здесь Вот есть снег Понимаете Мне лично По снегу Ходить больше нравится А вот Наш старый друг Значит Вот этот вот самый Привет Давай лапу Вот Хорошо, что здесь нет Слякоти И что у них не хватило Соли Или какой-то другой Химической ерунды Чтобы посыпать Всю улицу Урицкого Вот А мы сейчас идём В какую-нибудь кафешку Где я порисую Всё, что видел По пути И Попьём чая И, наверное, КОНЕЦ 9 января 2019 года. Прогулки художника по Старому Иркутску. КОНЕЦ На улице Урицкого меня занесло в странное иностранное кафе с буквами К, ФЦ. Очень странное, с космическими ценами. 500 рублей я отдал за одну жареную и пережаренную картофелину, сухую, несколько сухих кусочков в панировочных сухарях, курицы, чай и напиток горячий. Все это полтысячи рублей. И причем залы полны студентами. Не знаю, что они там берут и на какие деньги, но я сюда больше не могу или по крайней мере так здесь не буду. А вот сервис здесь вполне такой услужливый. Ну еще бы за такие деньги. Антиреклама. Нет, ребята, исправляйтесь, исправляйтесь. Полный фастфуд, сухомятка, ничего приятного. И такие и такие цены. Ну, не знаю. Извините. Спасибо. 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 Главное, не перепутать, где чай, который можно пить, а где я уже напился, да? Вот более странного здания, чем это, в центре исторического Иркутска придумать трудно, конечно. Ну ладно, пусть это останется на совести иркутских гробостроителей. Вот эти бойницы, да? Они готовятся к гражданской войне, судя по всему. Рублевы готовятся к гражданской войне. И построили вот такое фортификационное сооружение. Сейчас я его тут буду рисовать. Ну вот такой диптих получился, да? Ну вот такой диптих получился, да? Девятый января. Осталось так, сообразить, как его подписывать. Оба листа или один. Ну, мы видим, да, диптих он же может существовать и порой с ним вместе. Значит, будем подписывать каждый лист сегодняшний день. Удачи! Удачи, это встречается на какой-то машине. Удачи! Удачи, это. Удачи! Удачи! Удачи. Удачи! 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 Редактор субтитров А.Семкин